Привет-привет! И снова с вами из виртуальной студии Субъективно об Америке с торжественного красного дивана. Сегодня с нами ветеран эфира Юля. Это третье видео из серии про ее переезд и ее адаптацию. Я решила записать это отдельное видео в ответ на вопрос телезрительницы. Девушка переезжает в Хьюстон в скором времени. Ее очень волнует момент покупки машины. Она одна, самостоятельная. Ее очень беспокоит, не обманут ли ее за ее кровные денежки. Сможет ли она сама найти подходящую машину, сможет ли она ее выбрать. Так как у нее, я так понимаю, она ориентируется на машину уже БУ. И тут у нас прекрасная Юля, которая внешне выглядит гораздо более хрупкой и наивной, чем она есть на самом деле. И с ее опытом, когда она вот такая вот на третий день в стране пришла и купила себе машину, на которой благополучно ездит, мне показалось, что будет очень интересно и полезно. При том, что за этим очаровательным лобиком кроется аналитический ум. И Юля очень здорово умеет рассказывать. Если вам нравится, как она рассказывает, не забывайте ставить сердечки, плюсики и цветочки в комментариях. Теперь передаю слово Юле. Юля, привет! Всем привет! Расскажи мне, расскажи нам, как все было с машиной. Ну, я так понимаю, что первый самый момент, который нужно для себя решить, это какую сумму вы готовы потратить на вашу машину. От этого очень много зависит. Мой предел был 5000 долларов. То есть я хотела уложиться в 5000 долларов. Ну, изначально я думала, что это сама машина будет стоить, да, 5000 долларов плюс оформление. Но в итоге мне удалось уложиться со всем оформлением в мои 5000 долларов, которые для этого выделила. Соответственно, с чего начинается процесс? Попыталась я узнать у своих знакомых, продает ли кто-то что-то. Ну, как оказалось, те, кто продают, продают очень дорого. Машины почти новые. То есть это где-то 20 тысяч, да, совершенно как бы не из моих рамок. То есть для меня это очень много. Я не готова была потратить на такую машину столько денег. Хотя я была уверена, что она хорошая, она будет ездить, она надежная. Но просто на такую сумму я не рассчитывала. Соответственно, со своей суммой на что я могла рассчитывать? Я залезла в интернет. То есть все начинаем с интернета. И ищем по цене, какие машины есть в этом регионе. Это вот можно тоже ссылочки дать. Есть несколько сайтов, да, где можно поискать. Ну, один из сайтов, по-моему, CarMax, или, если не ошибаюсь, там цены для меня показались дороговатыми. То есть я за свои деньги не могла найти ничего нормального, как мне казалось. Вот. Есть еще очень много рекламы локальных дилеров, больших и мелких, и разных самых. И как бы изначально я думала о варианте покупки с рук, но в итоге решила, что я недостаточно хорошо знаю страну, недостаточно хорошо знаю местные машины, недостаточно хорошо знаю, где что можно проверить. Нет у меня знакомых механиков. Я сама не механик. То есть для меня этот вариант был достаточно рискованный. Хотя с рук, я думаю, что за 2000 можно купить неплохую машину. Но опять-таки желательно, если это кто-то знакомый. По крайней мере, чтобы было как-то с кем потом общаться по этому вопросу. В итоге, в интернете я нашла несколько адресов. И решила по ним съездить. Когда я приехала, моя знакомая отвезла меня в агентство по аренде машин. Это Хартс. И с агентства, которое работает в Хьюстоне, оно оказалось самым дешевым. То есть за три дня я заплатила 112 долларов. Я считаю, что это хорошо, потому что в Эвисе с меня хотели 200 с чем-то. Мне показалось, что это дороговато. И когда в Хартсе предложили за 112, это показалось мне оптимальным вариантом. Очень хорошая машина. Тойота маленькая, замечательная. Я на ней как раз в первые дни ездила, вспоминала город. То есть вам понадобится либо друг с машиной, который вас будет возить по всем этим точкам. Либо арендовать машину. То есть этот вопрос надо продумать. Если вы думаете, что вам потребуется больше времени на поиски машины, есть у них всякие предложения на неделю, на месяц. Я думаю, что это все можно договориться и поисследовать этот вопрос. У агентства по аренде машин. Арендовала я эту машинку и была уже на второй день самостоятельной. То есть уже сама могла ездить. В Москве я ездила 5 лет по всем условиям. Зима, не зима. То есть я считаю себя достаточно опытным водителем. Город меня не пугает. Главное, чтобы был... А, и вам нужно еще обозавестись навигатором. Или закачать карты. Или какие-то... Я пользуюсь Google. У меня еще есть другой навигатор. На первое время я им пользовалась. Это специальный гармин, куда закачиваются карты. То есть есть такой вариант. Потому что телефон у меня терял связь периодически. Я находила себя где-то на хайвее. Без малейшего понятия, куда я еду и что. То есть с телефоном тоже надо продумать этот вопрос. Если такие случаи происходят. И на этой, значит, арендованной машине объехала я несколько точек. Ну, естественно, начала с самых дешевых. Там 2-3 тысячи. Ух, сейчас я тут куплю. Ага. Вот. Приезжаешь. Там чисто поле. Стоит сарайчик. Несколько машин. Сонный дяденька. Там типа, что пришла, что надо. Вот. То есть отношения как-то мне сразу странным показалось. Я там интересуюсь такой-то машиной. Ой, ну не знаю, она у нас есть или нет. Разворачивает ко мне монитор компьютера. Дает мне мышку. Ищи в нашей базе, что тебе надо. Что-то я еще нашла. А это вот через 3 квартала. Езжай туда-то, туда-то. Тебе там мой там партнер покажет эту машину. Отъехала за 3 квартала. Показали мне 2 машины. Они были как бы вне моего диапазона. 6 и 7 тысяч. Но в принципе, как бы можно тоже за рамки где-то выходить. Но у меня сразу вопрос. Что это за машины? Кто их проверял? То есть вот эти все маленькие конторы, они у меня не вызвали доверия. То есть возможно у них какая-то и даже официальная проверка. И возможно мне даже какую-то бумажку дадут. Но я засомневалась, что они качественно эти машины проверят. А поскольку здесь вся жизнь на колесах, то есть машина это очень важный элемент жизни в Хьюстоне. И мне не хотелось бы после покупки начинать разбираться с проблемами этой машины, о которых мне никто не сказал. И поскольку, еще раз повторяю, я сама не механик. Я проверить не могу, я залезть в нее не могу. Я знаю как заправить, знаю куда чего залить. Но чинить я не умею и я не понимаю, что там вот. То есть если где-то что-то там отвалилось, это как бы не ко мне. И в итоге один из салонов, который мне порекомендовали, это вот Тойота Могил, это в Кейте. Поскольку друзья жили в Кейте, то есть мне удобно было. Я решила, дай-ка я к ним съезжу. Посмотрела на сайте, там была подходящая машинка за 4 тысячи долларов. И вторая там за 3 тысячи. Дай-ка я их посмотрю хотя бы, съезжу, что там в этом салоне. Машинки были. И следующий этап, то есть как ты собираешься за нее платить. Вот, то есть варианты следующий. Наличка, вся сумма наличкой. Какой-то депозит, ты часть платишь. Но это для людей местных, у которых есть кредитная история, чтобы тебе банк заплатил остальную часть. Тебе надо либо иметь... Давай мы сейчас говорим о людях, которые только приехали. Они здесь 3 недели или 3 дня. А я просто хочу рассказать, это мне в салоне просто рассказали, какие вообще варианты бывают. Потому что есть еще вариант, поручитель. То есть, если у вас есть знакомый, который готов с вами в это дело подписаться, то вам могут даже и новую продать машину. Потому что новая они продают, там ежемесячная оплата, там что-то от 50 долларов до 200, в зависимости от машины, которую ты хочешь. Они даже БУ продают таким образом. Но должен быть кто-то, кто здесь с хорошей кредитной историей. Кого легко там проверить. И этот кредит будет на тебя или на поручителя? Вот это... Я туда не дошла, потому что я поняла, что у меня таких поручителей нет. Это можно поисследовать вопрос. Скорее всего, это... Ну, косайнинг, косайнинг... Да, вот этот вопрос хорошо бы разведать. Давай тогда вернемся к моменту покупки за феш. Я представляю, какими-нибудь были глаза, когда ты вынула деньги. Ну, это еще не та сумма, да, которая, я думаю, не самая большая, которую они видели. Но у них кэш это всегда паника, да, то есть как-то они его редко видят. Торгоманы. Да, то есть все через банк, все через кредитные карты. Кэш у меня в итоге со всем оформлением. Вот эта машинка, которая 2003 года, Pontiac Grand Prix. Они внесли там в нее какие-то улучшения, изменения. Но, в принципе, я могу потом подробнее расскажу, все-таки проблемы с ней были у меня. Обошлось мне все это в 5 тысяч. То есть 4 тысячи это цена машины, 5 тысяч это оформление, налог, все бумаги. То есть еще одна тысяча. Да, то есть имейте в виду, что если вы делаете через салон, это будет дороже. Если вы будете это делать сами, это вам надо выяснить, в какие организации вам ходить, что вам там, какие бумажки нужны. Вот, поскольку у меня задача была сразу уехать, да, сразу уехать. Это вам нужно, значит, документы на машину, документ, что она прошла ТО, она соответствует всем требованиям штата и так далее. И страховка хотя бы минимальная какая-то, потому что без страховки, если вас остановит полиция, они это делают в салоне. Да, мне сделали страховку, самая дешевая, которая нашлась, была, по-моему, 85 долларов в месяц. Через компанию Farmers. Вот, то есть минималка какая-то, с которой ты можешь выехать на дорогу. Естественно, это не полная каска, здесь полная каска стоит прилично. Вот, то есть это самый основной у них момент, что если вы попадете в аварию, и пострадают, не дай бог, люди, им потребуется медицинская помощь, вот этот момент должен быть покрыт, там, что-то 50 тысяч, по-моему, минимальное должно быть покрытие. Это страховка обеспечивала. Вот, то есть без этого ты из салона, фактически, ну, выезжаешь на свой страх и риск, они тебя, скорее всего, и не пустят, и как-то будут отговаривать. Потому что законам здесь шутки плохи. Еще раз повторю. Вот на твоем опыте, давай вернемся к нашей гипотетической. Нет, не гипотетической, девушка приезжает в Хьюстон, вот, в ближайшее время уже. То есть первый ее шаг пойти на интернет, посмотреть, какие дилершипы в округе, эти... Сумму, сумму определить, какую сумму она готова потратить на свою машину. Потом найти адреса всех автосалонов в округе. Не пугаться, если это будет Тойота, Форт или что-то. У них наряду... У них бэушные, они по трейдин сдают, клиенты сдают машины, да, и как бы они это все принимают и перепродают. И просто уже с определенной этой суммой в голове, имея ее, или в сумке, или на чеке, или на карте, ей нужно приезжать в каждое такое место и уже просто... На месте разговаривать с менеджерами, да, то есть, что они готовы, на что они готовы пойти. Я почему начала рассказывать про Косайн, про все вот эти поручители, потому что они мне стали объяснять, как в моем случае, что я вот только приехала, да, у меня не так много денег, да, у меня нет кредитной истории, какие есть, в том числе, если ты приносишь письмо даже, что тебе готовы нанять, да, оффер, джоб-оффер. И в зависимости от компании, это сразу в глазах автодилера тебе добавляют кучу очков. Допустим, какая-то нефтесервисная, если ты принесешь джоб-оффер, они тебе уже новую продадут просто вот без проблем. Какие у нее с собой должны быть документы? Паспорт, российский загранпаспорт и водительские права. Все, ей больше... Паспорт с визой, они все это делают ксерокопии, они копируют ваши водительские права, с которыми здесь можно 3 месяца ездить, 90 дней, потом вы обязаны получить местные. Вот, и все, в принципе, ничего больше не надо. То есть, сумма, место... И у нее, в принципе, есть шанс, если все совпадет, все звезды совпадут, и в этот день ее машина ее ждет, у нее есть шанс через 2-3 часа... Уехать на ней из салона. В этой машине из салона она помытая, заправленная. Да, проверенная. И в чем преимущество еще я вижу покупки в салоне? Во-первых, все-таки она проверенная. Они выдают бумажку, они отвечают за эту бумажку. В течение месяца они как бы тебе будут помогать. Ну, даже дальше, они мне и дальше помогали. Вот, потому что вот в этих вот, в чистом поле сарайчиках, я не знаю, что бы там было, и куда потом идти с этим вот совсем. То есть... Я помню, когда мы свою первую машину покупали, у нас вообще было 72 часа просто на возврат. А... Вот как возврат в магазин, мы вещь делаем. Там точно так же. Передумали, что-то там не решили. Просто... Это БУ, да, была? Да, да, да. Ну, мне здесь не озвучили такой схемы. Ну, я думаю, что они бы... 70, наверное, и от продажей... И от продавца, и от салона. Ну, салон большой. Они как в магазинах, они здесь возврат, я думаю, проблем никаких не бывает обычно. И салон еще в чем плюс, что я клиент. Я уже купила. Я потенциальный будущий клиент на покупку следующей машины. Поэтому, когда у меня там какая-то лампочка загорелась, я им позвонила, они сказали, приезжайте. Сделали бесплатную диагностику. Там извинялись, что вот через месяц там возникла проблема. Старая машина, проблемы вот я считаю, что будут. Ну, будут. У меня уже вот... Я уже 200 долларов в нее еще дополнительно вложила. Ну, поменяла пока. Поменяла только вот эти трубочки там охладителя и от масла. От масляной этой штуки, короче, мне поменяли. Мне это обошлось 200 долларов. Все решаемо. Все решаемо. Еще, если уже есть машина в радиусе своего проживания, ищите мастерскую. Я нашла близко мастерскую. Там латиноамериканцы работают. Они как раз за 50, за 40 долларов вам там какие-то вопросы решат просто вот в тот же день в течение часа. Ну, как и везде. Да, да. И хороший вот тоже, ну, не знаю, как назвать техсервис. Здесь G-Philux, по-моему, называется. Тоже можно ссылочку дать. Там бесплатно подкачают шину, бесплатно проверят уровень масла. Мне даже бесплатно залили охладитель. То есть они какие-то вам консультацию, да, вот если что-то, какой-то серьезный ремонт, они вам посоветуют, по крайней мере, хотя бы обозначат проблему, да, и куда вам, что вам, да, вот с этой проблемой вам надо вот идти уже там в мастерскую и так далее. То есть очень, и все бесплатно, все с улыбкой, все замечательно. И, соответственно, в салоне тоже я этому менеджеру потом несколько раз звонила. Он мне давал советы, что делать, куда там обратиться, там, что это надо поменять, а с этим можно жить, да, то есть вот очень удобно. Я считаю, что это как вариант хороший. Резюмируя нашу эту тему, на твоем опыте, так ли это страшно и фатально молодой, красивой, внешне наивной девочке покупать сильно б.у. немолодую машину? Непременно ли это влечет за собой, что все там, все будет ломаться, меня обманут, мы все умрем? Ну, во-первых, как бы выбора-то нету, да, начнем с этого. Потом, все равно машина здесь нужна, без этого никак. То есть дальше уже, я считаю, что это, ну, опять-таки, как повезет. Потому что можно купить новую машину и с ней иметь проблем больше, чем старой. Вот, просто я считаю, что не стоит покупать в совсем уж подозрительных местах у подозрительных людей, которые не могут внятно там предоставить историю машины. А вот в салоне еще историю, они как бы ее проследили. Да, здесь есть вот эта тема, как Кармакс. Кармакс, он отслеживает историю. Она была с Кармакса, да, она со всей историей, то есть, где, что чинили, что с ней делали. Вот это, как бы, плюс большой. То есть, как бы, просто разумное, как бы, поведение, да, разумный подход к этой задаче. Вот, то есть... Как и во всем остальном. Как и во всем остальном, да. Как и во всем остальном. Спасибо, Юль, большое. Надеюсь, что эта история была полезна. Не забудьте поставить плюсики, галочки, восклицательные знаки в комментариях. Юлю я буду приглашать еще, тем более, что мы видим себя часто. И на этом сегодня все. Далеко не уходите. Впереди, как всегда, еще много интересного. А мы пошли дальше гулять. Суббота, как-никак. Пока. Пока-пока. Пока-пока.